Костюмы в старинном европейском стиле, духовые, струнные и щепковые инструменты эпохи Средневековья. На сцене Одинцовской музыкальной школы артисты ансамбля «Ла Кампанелла». Концерт проходит в рамках Международного фестиваля старинной музыки. Опытные артисты Одинцова впервые к публике приглядываются и вкратчиво начинают свой рассказ о жизни старинных музыкантов. Этот фестиваль первый раз прошел на концертных площадках города Москвы в позапрошлом году. Имел грандиозный успех среди любителей музыки, среди почитателей. Познакомил слушателей с таким неизвестным пластом, как старинная музыка, которая пока не очень популярна у нас в стране. Столичный ансамбль не раз становился лауреатом международных фестивалей. В арсенале блокфлейты, курномузы, валынки, гитары, клавесин, орган, мандолина и, конечно, кастаньеты. Артисты не только поют, музицируют, но и перемещаются по сцене завороженно, ловко, точно в такт, танцуют неторопливо и загадочно, как легендарные женщины Средневековья, будь то Беренгария Наваррская или Алеонора Аквитанская. В последний раз мы были тоже в одной школе, в общей образовательной школе 319 Московский, тоже в рамках этого фестиваля, потому что мы хотим вовлечь не только детей, которые занимаются музыкой, но и просто детей, посещающих общую образовательную школу. В Средневековье завораживает простотой и в то же время выразительностью. Музыкальная композиция на сбор винограда или испанская песня, сохранившаяся в музыкальной истории благодаря королю Меломану, все это дает зрителю возможность представить, как жили европейцы в 12-14 веках. Перевоплощение настолько велико, что зритель уже не понимает, перед ним современные артисты или герои известных фильмов о рыцарях и прекрасных дамах. Возраст участников ансамбля от 7 до 25 лет, руководитель Светлана Шевелева. Впереди большие гастроли, а пока интересная программа для зрителей, которые в большинстве своем в музыкальном Средневековье побывали впервые. Мария Подъепольская, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.